Уже лет 5-6, как мы живем, вот столько времени эта яма здесь. Уже не просто огромная яма, а настоящее канализационное озеро. Когда-то тут был вырыт котлован для постройки многоэтажного дома. Проект строительства был заморожен, и большая выемка превратилась в отстойник для нечистот. А вот этот уровень, он поднимается? Насколько здесь небезопасно жить? Вот до 10 бывает, вот так, сантиметров 20-30 бывает, когда до 10. В округе здесь множество частных домов и многоэтажек. Это не один десяток семей, и всем им приходится испытывать огромные неудобства. Это неприятный запах, полная антисанитария, не говоря уже об опасности для детей. Да и ко всему прочему, из-за постоянной влажности в домах, на стенах появились трещины и сырость. В доме пошли трещины, реально пошли трещины. Сначала были незаметны, сейчас уже больше становится. С 60-х годов дом, она не должна была осадку давать. Сейчас уже начала осадку давать постоянно, потому что не останавливаясь, вода течет, и все время вода стоит уже. Проблема эта для Махачкалы почти классическая. Когда-то повсюду массово распродали земли, а коммуникации по правилам провести не удосужились. После чего владельцы зданий, чтобы хоть как-то решить проблему, начали незаконно врезаться в трубы для ливневой канализации. Из-за отсутствия подключения к централизованной системе в ситуацию не может вмешаться и Махачкала-водоканал. Этот вид коммуникации на нашем балансе не состоит. То есть в данном районе нет централизованной канализации. Мы ее не обслуживаем. Но жители заселили данный район и самовольно врезались в эту трубу. В дальнейшем у данного участка, где этот котлован, появился хозяин. Хозяин начал копать котлован. В результате чего вот эта труба, по которой раньше шла ливневка, а сейчас там уже канализация незаконная, эта труба обрушилась в этот котлован. Здесь чем? Мы можем наблюдать ту самую картину, про которую вы рассказываете. На вопрос, кто виноват, дать однозначно ответ в данном случае сложно. Да и важно ли это? Сейчас главное понять, как людям создать комфортную среду вокруг. Эксперты отмечают, что задача эта не легкая, но вполне реализуемая. А вот какое решение вы все-таки увидите? Что бы вы посоветовали людям, чтобы все-таки решили их проблему? Ну, во-первых, сам застройщик должен восстановить данную трубу, чтобы она нормально работала. Это как бы такое временное-временное решение. А в дальнейшем в данном районе нужно строить разводящие сети канализационные. Нам должны, по идее, нам должны были сдать данный район. Нам этот район не сдали. Мы там сети на баланс не брали. Поэтому мы не обслуживаем этот район, потому что у нас там сетей нет. Неблагополучная санитарная и эпидемиологическая обстановка в Махачкале сложилась еще в конце 80-х годов прошлого столетия. А в новом веке объем сточных вод стал существенно превышать имеющуюся мощность канализационных и очистных сооружений. Численность населения Махачкалы увеличивается, а пропускная способность коммуникации так и остается прежней. В результате коррупционных схем и откровенной нерадивости чиновников Махачкала с годами превратилась в экологическую мину замедленного действия. Мы же, в свою очередь, выражаем надежду, что нынешняя власть обратит внимание на данную проблему и люди задышат новым чистым воздухом. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.